Итак, мистер Хэнсон, как вы знаете, все наши новые сотрудники проходят тестирование на детекторе лжи. И если вы не против, мы начнем с пары контрольных вопросов. Меня придется подключать к проводам или что-то типа того? Это было в старых аппаратах, но у нас новый лейт-детектор 3000, запрограммированный на определение лжи по голосу. Для примера попробуйте сказать очевидную ложь. Трава синяя. Я высокий чернокожий мужик. Никогда не смотрел Джейси Шорс. Обожаю шоу, не пропускал ни серии. Надо же. Теперь скажите какую-нибудь правду, чтобы вы могли убедиться в исправности аппарата. У меня 30-сантиметровый член. Немного странно. Наверное, испортил. Почему? Потому что этого не может быть. У меня член 30 сантиметров. Может быть, даже 32. Нет? Похоже, 30. Нет, вы серьезно? Привет, Майк. Ты проверил корпоративную почту? Да, еще вчера вечером. То есть сегодня утром. Ну хватит. Я еще не приступил. Майк, ты лучший. Ты отстой. Пойду еще поработаю. Я буду играть в Angry Birds. Назовите ваше полное имя. Дэйн Кристофер Хэнсон. Вы действительно проживаете по адресу 144 Северная Авеню? Да. Квартира 3. Ну и как оно? Оу, а когда я переехал сюда, я остановился в Иссайде. Нет, нет, нет. Около 88 долларов. Как вы живете с 30-ти сантиметровым членом? Я имею в виду, как это вообще возможно? Мне несколько некомфортно отвечать на этот вопрос. Да-да, извиняюсь. Вы правы. Я имею в виду, что 30 сантиметров это же как огромная долбанная кувалда. Почему вы так застрили внимание на моем члене? Вы что, геи или типа того? Что? Нет. Эй, никто не любит телок сильнее меня. Ладно, я пылкий гомосексуалист. Можете сделать одолжение? Не говорите никому, потому что никто не знает. Все знают. Вы всем рассказываете? Нет. Вас когда-нибудь увольняли с работы? Нет. Три раза. Вы воровали на прежней работе? Нет. Ну ладно. Проклятие. Как много вы украли? 100 долларов. 500 долларов. Я не помню точно. 44 тысячи 793 доллара. Это большая сумма, Дэйн. Ну... У меня был рак. Я купил лодку. И назвал ее рак. Честно говоря, это интервью проходит очень хорошо. Да? Нет. Это самое худшее интервью и все, что я брал. По-хорошему, вы должны уйти. Однако, политика компании предписывает мне задать вам заключительный вопрос. Давайте. Вы бы занялись сексом с мужчиной ради рабочего места? Нет. Вы приняты. Перевел и озвучил Александр Галютин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...